хари кришна всем кто любит аккумуляторные батареи под одним из видео появилось вот такое сообщение от товарища с ником ник такое вот совпадение задает он вопрос как правильно заряжать свою батарею я лично вообще люблю такие вопросы но иногда на них не отвечаю так что не обессудьте потому что чтобы ответить на такие вопросы в двух словах ответить нельзя а чтобы ответить правильно надо писать много много текста почти диссертацию и соответственно нет у меня конечно на это все времени но тут я решил время потратить и записать видео по этому вопросу потому что вопрос не понравилось и так имеем исходные данные батарея у нас и fb60 будем ее заряжать значит что там предлагает в комментариях заряжать первый вариант заряжать до напряжения 17 и 5 вольт в автоматическом режиме до перехода в режим хранения зарядное устройство бережок ну то бережок это автоматическое зарядное устройство в конце дает импульсы в принципе никаких проблем с не нету можно им пользоваться кто вдруг не знал то бережок это следующее поколение в figured лав принципе немножко усовершенствуем немножко переделанный ну принципе все тоже вемпел в бережке на самом деле маркетинга больше чем в толку ну принципе зарядное устройство неплохое есть и автомат есть и скажем так режим десульфатации есть ручной режим не это хорошо если в зарядном устройстве есть ручной режим то это уже хорошо но вернемся к нашим бараном значит первый вариант который предлагали человеку значит заряжать до 17 и 5 вольт в авторежиме до перехода в режим хранения режим хранения это в принципе тоже буферный режим при пониженном напряжении то есть это напряжение где-то 13 13 1 13 и 2 вольта значит что тут мне не нравится потому что человек спрашивает что не так значит 17 и 5 вольт мне не нравится потому что батарея у нас кто и fb что такое и в батарее это усиленно батарея но она все равно кальций кальций иногда с применением углеродной технологии ну даже не иногда а в принципе всегда с применением углеродной технологии если производитель нормальный чувак в заряде этих батарей есть некоторые нюансы не только в конце заряда то есть на последнем этапе потому что во всем остальном она в принципе заряжается как простой кальций кальций так вот для кальций кальций 17 и 5 вольт это много для кальций кальций 16 вольт ну можно 16 и 4 за глаза с учетом того что батарея у нас новая если батарея не новая то вот эти 16 16 и 4 могут быть еще меньше почему так объясняю что для каждой батареи вот эти вот 16 16 4 вольта то есть напряжение последнего режима на котором будет заряжаться наш аккумулятор то есть это самый восстановительный режим продолжительностью час-два он выбирается исходя из состояния батареи для новой батареи соответственно этот режим по напряжению 16 16 4 вольта должен выбираться индивидуально по каждой батареи зависит от того из каких материалов сделана батарея и как она сделана потому что одна батарея может закипать при 16 вольт другая батарея может закипать при 16 и 7 вольт то есть надо ставить свое напряжение для каждой батареи индивидуально и выбирается она исходя из напряжения при котором начинает кипеть батареи то есть это напряжение начала кипения батареи а все батареи в зависимости от того каких сделали будут кипеть при разном напряжении если батарея не новая то это напряжение чаще всего будет меньше потому что в процессе эксплуатации батарея изнашивается именно изменяется структура отрицательных электродов а именно отрицательные электроды и влияет вот на это вот напряжение кипения поэтому по первому пункту 17 и 5 вольт много не надо превышать 16 16 и 4 вольта заряжать в авторежиме в принципе дальше можно до перехода в режим хранения в принципе дальше можно но честно говоря это самый примитивный и глупый заряд ну принципе так заряжать можно но лучше заряжать немножко по-другому тем более это и батарея там есть некоторые особенности идем ко второму к третьему пункту нет пока не идем ко второму третьему пункту возвращаемся к первым потому что я кое-что забыл а забыл я указать на то что у нас зарядка все-таки автомат что она будет делать если вы поставите 16 16 4 вольта значит она эта зарядка будет уменьшать у нас силу тока согласно закону ома чтобы напряжение не превышало 16 и 4 вольта так как у нас зарядка автомат то она сначала нам 16 вольт не покажет когда поставим аккумулятор на зарядку так как это зарядка бережок то у нее там свои немножко сбоченные режиме но обычно бережок не дает больше чем 10 ампер автоматическом режиме поэтому бережок будет заряжать 10 ампер максимально а напряжение при этом у нас будет на разряженной батареи там допустим 12 и 5 вольт может быть может быть 14 и 1 вольт зависит от того насколько заряжена аккумуляторная батарея от того насколько у нее внутреннее сопротивление поднялась или упала и по мере заряда аккумуляторной батареи соответственно внутреннее сопротивление будет падать и соответственно у нас дойдет напряжение до 16 вольт станет 16 вольт и тогда вот эти амперы пойдут вниз и будут падать падать вниз аж пока наше зарядное устройство не придет режим хранения это то что касается первого пункта ну а теперь идем ко второму к третьему я их принципе объединю потому что тут вопрос только в напряжении какое напряжение ставить сразу если в первом варианте ставили 16 16 4 вольт но как я уже сказал зарядное устройство до такого значения напряжения сразу не поднимет а напряжение будет зависеть от степени заряда аккумуляторной батареи то есть при включении вы 16 вольт не увидите увидите гораздо ниже та же ситуация в принципе на заряде автомат и в этом режиме но можно поставить заряде автомат можно поставить в ручном режиме значит что по этому напряжению в принципе можно его ставить 14 5 14 8 с учетом того что батарея кальциевая ставить можно можно даже поставить 14 и 4 ничего страшного если вы это ставите в режиме автомат при включении зарядное устройство опять же даст вам 10 ампер не больше потому что бережок больше в принципе не дает а напряжение у вас в режиме автомат опять же будет поменьше там 12 5 14 в зависимости от разряда аккумуляторной батареи если вы заряжаете в ручном режиме и ставите 14 и 4 вольта и допустим у вас батарея уже практически заряжена то вам зарядка опустит эти 10 ампер до допустим там 1 ампера а может быть и меньше может быть 2 ампера опять же в зависимости от заряда аккумуляторной батареи то есть напряжение будет такой какой поставили но упадут ампер и потому что закон ома еще пока никто не объехал и следующим пунктом тут предлагает после того как прошел вот этот вот первый этап заряда поставить напряжение 16 и 8 вольт после отстоя до перехода в режим хранения значит принципе так можно и делать опять же эти 16 вольт выбирается индивидуально по каждой батареи потому что возвращаемся к пункту первому я объяснял почему потому что каждая батарея индивидуально но тут меня смущает вот это после простоя до этой и вбе батарея их надо отставить потому что у них особенность конструкции но дело в том что если вы заряжали батарею 14 и 5 вольт допустим зарядили ее до падения ампер 105 ну то есть до самого низкого отключили она у вас отстоялась выдали сразу ей 16 вольт после отстоя она что у вас сделала закипела как вода в чайнике а нам такие реверансы не нужны так вот вот это после отстоя она не совсем правильная когда вы батарею зарядили в режиме 14 и 4 вольта у вас ток упал до 0 5 ампера никаких отстоев быть не должно сразу поднимаете напряжение до 16 и 8 вольт можно меньше опять же зависит от батареи при этом по закону ома у вас вырастет сила тока то есть амперия но она не должна вырасти больше чем 3 ампера желательно что было меньше желательно чтобы был один или два обычно если батарея нормальная то так оно и будет если с батареей какие-то проблемы она не нормальная или она перегретая то токи могут полезть выше чем 3 ампера и тогда она у вас будет слишком излишне кипеть то есть больше 3 ампер поднимать не надо если видите что лезет больше 3 ампер значит даете напряжение ступенчато было у вас 14 и 5 вольт при первой ступени упал ток до 0 5 амперов или меньше одного ампера вторая ступень поднимаете напряжение допустим до 15 и 5 вольт опять заряжаете батарею до 0 5 ампера или пока ток не упадет меньше одного ампера ну то есть 0 5 1 ампер ничего страшного и только третьим этапом поднимаете напряжение до 16 вольт опять же согласно закону ома подняли напряжение поднимется ток но в этом случае ток вас точно не поднимется больше 3 ампер то есть если видите что сразу поднимаете после 14 и 4 вольта до 16 ток прыгает больше чем 3 ампера переходите вот на этот ступенчатый режим поднятия напряжения уходите от этой проблемы еще что мне здесь не понравилось значит заряжать при 16 вольтах до перехода в режим хранения до перехода в режим хранения это можно заряжать несколько дней значит при 16 вольтах у нормальной батареи а у нас батарея новая опять же это не старая батарея достаточно при 16 вольтах заряжать 12 часа заряжать новые батареи до перехода в режим хранения это может затянуться на день а может затянуться на 10 часов в на новой батареи не надо. На бэушной, если у нее есть сульфат, то может и надо. Хотя там есть и другие, более лояльные способы. Зарядные устройства Бережок в этом плане не очень-то лояльные. Но батарея у нас новая, поэтому ей восстановительных зарядов проводить не надо, потому что она же новая. 1-2 часа и достаточно. Никаких до перехода в режим хранения. Просто засекаете время. И время вы это засекаете для того, чтобы перемешать электролит. 1-2 часа вполне вам хватит, чтобы электролит перемешать. Больше ее держать не надо, потому что она новая. Четвертый режим, который предлагает заряжать до 16,5 вольт. Это мы рассматривали немножко вверху. В принципе, можно. Потом, когда она зарядится, разрядить до 12 вольт и поставить в авторежим до 16,8 вольт до перехода в хранение. Значит, у нас батарея новая. Вот это вот все делать для новой батареи не на уж, но потому что, что такое разрядить до 12 вольт, то есть создать качели, качелей нам в новой батарее делать не надо. Для чего делается вот этот вот режим, который я зачерпнул. Для того, чтобы разработать вход в поры пластин. Поры у нас обычно забиваются в отрицательных пластинах. И вот, чтобы размыть сульфат в порах, применяют качели. Но так как батарея у нас новая, и там еще ничего забиться не успело, то вот этого всего делать не надо. Это все делается при восстановительных зарядах, когда у батареи уже проблемы. Батарея новая, вот этого всего делать не надо. Значит, четвертый режим нам, в принципе, тут вообще не нужен. Ну, а теперь вопрос батарея EFB, как правильно. Но в этом видео полностью все нюансы по EFB не расскажу, хотя их там очень немного. Но, в общем, расскажу. Значит, берете новую EFB батарею, ставите 14,4 вольта в автоматический режим на заряд. При 14,4 вольта. Если у вас батарея разряженная, то, как я сказал, у вас такие вольты не будут. Потому что это вы ставите не вольты, а ограничения. И ставите ограничение по току, допустим, там 5% от емкости. То есть, 3 ампера для 60-ки. И таким образом заряжаете. Зарядное устройство сразу у вас дает 3 вольта, но напряжения у вас 14,4 не будет. Ну, допустим, будет там 13 вольтов. По мере заряда у вас будет стабильный ток и напряжение будет понемножечку расти. Дойдет до 14,4 вольта. У нас напряжение зафиксировано на этом значении. У нас пойдут вниз амперы. То есть, напряжение будет 14,4 вольта, потому что мы его так зафиксировали. А ток пойдет вниз. И будет идти вниз, пока не станет 1 ампер или 0,5 ампер. Ну, так как батарея новая, то, скорее всего, будет 0,5 ампер без проблем. Это если батарея не новая, то ток бывает до 0,5 ампер опускаться не хочет. А где-то останавливается на 2 ампера или на 1 ампер. Это значит, что у вас с батареей какие-то проблемы, либо вы перегрели электролит. Закончили этот первый режим. Так как у нас батарея ЕФБ, она, соответственно, на этом режиме нормально заряжаться не будет, потому что там пластины сильно толстые. Особенности конструкции такой батареи. Значит, делаете перерыв, опять повторяете этот цикл, делаете перерыв, опять повторяете этот цикл. Пока у вас при напряжении 14,4 вольта, 0,5 ампер не будут достигаться меньше, чем за одну минуту. Ну, или за несколько минут. Это уже по ситуации надо смотреть. И вторая ступень заряда. Поднимаете напряжение до 16 вольт. Оно, опять же, индивидуально для каждой батареи. Смотрите, при каком напряжении начинает кипеть ваша батарея. Пишите это напряжение сбоку на корпусе, чтобы не забыть. И при этом напряжении ток у вас должен быть не больше 3 ампер. Желательно, чтобы был 1 ампер или 2 ампера. Держите батарею 1-2 часа. Можно 1 час, потому что батарея новая. И на этом заряд заканчиваете. Никаких перерывов или отстаивания батареи между первой фазой и второй фазой быть не должно. Потому что, опять же, батарея у вас закипит. Почему она закипит? Батарея закипает даже не при 16 вольтах. Она может закипеть и при 12 вольтах. От чего кипит батарея? Батарея кипит, когда у вас большой перепад напряжений между напряжением холостого хода батареи и напряжением зарядного устройства. Так вот, когда напряжение зарядного устройства значительно выше, чем напряжение на клеммах батареи, у вас батарея закипит. Притом, это не влияет. 16 это вольт, 14 это вольт. Она закипит и при 12 вольтах, и при 11 вольтах. Главное условие закипания электролита Это высокое напряжение Относительно нормального электрода То есть большая разница в напряжении Между зарядкой и между тем Которое на клеммах батареи Это называется пузырьковое перенапряжение Но это тема другого видео Но в принципе о нем конечно надо рассказать Потому что с этим кипением никто никогда не разберется А надо понимать от чего оно возникает Ну в общем-то по этому вопросу Такой вот мой ответ Сегодня было такое видео Кому понравилось ставим лайк И не забываем писать в комментариях Кто чего думает по этому поводу